Девушки отдыхают Памятник остановись и низко ему поклонники Автомобилистам пришлось уступить На генеральный прогон праздничного парада отвели 4 часа Наши снова остались в Лиге Б Что будет с волейболом на востоке страны? Пока мы даже не знаем, какие команды будут у нас играть Может быть их вообще будет 3 Добрый вечер в студии Татьяна Голубева С завтрашнего дня по информации городского комитета По дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Возобновляется движение автобусов по 40 маршруту От площади Спартака до поселка Затон Напомним, целую неделю в микрорайон можно было добраться лишь на теплоходе В связи со снижением уровня воды возобновили автобусное сообщение А теперь главная тема сегодняшнего выпуска Ровно 70 лет назад, в этот день, 8 мая, был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии во Второй мировой войне Сегодня в Барнауле на мемориале славы в честь этой годовщины прошел митинг-концерт Вспомним всех поименно Подробнее Лариса Куренкова Победный май наступил В самый канун 70-летней годовщины В краевой столице уже встречают праздник Торжественно и трогательно Чтобы вспомнить всех поименно На мемориале славы собрались более трех тысяч человек Молодое поколение власти И самые почетные гости Ветераны, труженики тыла, дети войны Я стараюсь не вспоминать Потому что Помнишь, что после ночи Там такие были страшные Моменты На моих глазах тысячи людей гибли А мне что-то везло Открыли митинг первые лица края и города Говорили о том, как важно помнить Какой ценой досталась победа На Алтае сформированы и отправлены на фронт 12 дивизий 4 отдельных полка 48 батайонов 10 род На войну ушли почти 600 тысяч наших земляков Каждый второй положил жизнь на Алтарь Победы Воины с Алтая всегда славились силой, мужеством и крепостью духа Всю страну обретели слова нашего земляка Героя Панфиловца, политрука Василия Плочкова Велика Россия, отступать некуда Позади Москва Дорогие ветераны Сегодня наша святая задача Сделать все для того, чтобы Никто никогда не смог Исказить исторической правды Той Великой Победы Которую вы одержали В Великой Отечественной войне Спасибо вам огромное За то, что вы нам позволили Жить 70 лет Под мирным небом над головой Площадь Победы символичное и святое место Отсюда в годы войны на фронт уходили тысячи наших земляков Сюда прибывали эшелоны раненых и эвакуированных А сегодня вписаны имена наших павших защитников Ну а те, кто остался в живых И не понаслышке знает, что такое война Обратились к жителям и молодежи с одной просьбой Куда бы ты ни ехал Куда бы ты ни шел А здесь У этого памятника Остановись И низко ему поклони Кульминацией сегодняшнего мероприятия Стало выступление актеров молодежного театра Которые до слез растрогали участников митинга письмами с фронта Чувствовалось дыхание войны Суровость окопов Нежность солдатского сердца И вера в победу Мы увидимся Жди этот час Надейся Верь этому Как крепко обниму Как расцелую тебя Я жду этот светлый час Как жду полного освобождения моей Родины Память павших почтили минутой молчания А затем губернатор края Александр Карлин Глава администрации города Игорь Савинцев И тысячи гостей возложили венки к мемориалу победы Этой акцией сегодня открыли череду мероприятий В честь великого праздника Посвященного великому подвигу нашего народа Лариса Куренкова, Павел Лаурнин, информационный канал «Город» Барнаульские школьники вернулись из Волгограда Напомним, 29 апреля они отправились в город Герой Чтобы высыпать там на Мамаевом Кургане Алтайскую землю И посадить росток Калины Красной В память о военных сибиряках Погибших в боях за Родину В краевую столицу ребята, дети рабочих завода Геофизика, также вернулись не с пустыми руками В честь празднования 70-летия победы В солдатском котелке Они привезли священную волгоградскую землю С мемориального комплекса Мамаев Курган Эту землю накануне они высыпали В сквере на Барнаульском мемориале славы Во время посадки так называемого Цветка Победы, в роли которого выступила сирень Ведь преимущественно именно букетами сирени В мае 45-го встречали воинов-победителей на родине Всего накануне было высажено Три куста этого растения Ветеранам войны, которые также приняли участие в мероприятии Дети рассказали о своих впечатлениях от поездки В Волгограде мы находились два дня Один из которых мы провели почти полностью на Мамаевом Кургане Посещая все памятники, размещенные на нем Атмосфера невероятная Она с одной стороны гнетет, а с другой стороны тебя как бы возвышает Ты чувствуешь, что действительно здесь когда-то лилась кровь Когда-то здесь шли бои Как люди убивали друг друга, но убивали за мир на собственной земле Никто не забыт, на протяжении последних месяцев мы с вами вспоминали героев Великой Отечественной памяти, которая в городе увековечена в мемориальных досках и других памятных объектах Сегодня ставим точку Алексей Янкин расскажет, как горожане почтили память героев накануне Дня Победы В руках гвоздики на одежде георгиевская лента Этот день барнаульские школьники 129-го лицея посвятили дважды героя Советского Союза Летчику Павлу Плотникову У памятника легендарному Асу из Ганьбы, за годы войны совершившему 344 боевых вылета Дети читали военные стихи и прозу, а также произведения собственного сочинения Вспомнили и подвиги летчика Переправу через Днепр, которую никто до Плотникова не мог взорвать Шесть разбитых немецких судов, семь эшелонов Подножие памятника федерального значения к концу митинга покрылось гвоздиками Ну не каждый человек способен совершить подвиг, а он смог, и он герой настоящий Лицеисты наши, во-первых, стараются ухаживать за этим памятником Затем изучали его биографию В классах рассказывали всегда о его судьбе И чаще всего, когда про такой большой праздник, День Победы Это уже традиция в Лицее 129 Приходить сюда к памятнику, возлагать цветы Отстояли по зему в годы суровые Нет следов далеких дорог войны Нужно, чтобы помнили, мы с тобою помнили Имена героев свои Многолюдно сегодня у памятника Федору Фомину Еще пару недель назад он был закрыт на реконструкцию Но, как и обещали в колледже Сыроделия, на территории которого стоит монумент К 9 мая все восстановили Преобразился и цветник Сегодня он приятно порадовал живыми красками ветеранов и всех, кто пришел на митинг Стройной колонной перед памятником Фомину прошла мини-колонна бессмертного полка Позже лучшие учащиеся СУЗа возложили к монументу живые цветы В этом году у нас две знаменательные даты в колледже Столетие со дня рождения Федора Фролыча Фомина И 30 лет со дня установки памятника Вот к сегодняшнему дню проведена очередная реставрация И мы гордимся, что мы в очередной раз сделали такое прекрасное благородное дело Накануне Дня Победы у всех памятников и мемориальных досок героям войны прошли праздничные встречи Свежие цветы украсили и мемориальную доску Григория Гридасова, памятник Лизе Чайкиной в Лебяжьем И доску на доме, где жил герой Советского Союза Владимир Смирнов А это значит, потомки помнят тех, кто приближал Победу, кто всегда был готов отдать за Родину свою жизнь Алексей Янкин, Андрей Печоркин, информационный канал Город Центральным событием завтра, 9 мая в Барнауле, станет Парад Победы 16 боевых расчетов будут чеканить шаг в самом центре столицы региона Накануне состоялась генеральная репетиция парада На нее отвели 4 часа, в нормативы военные уложились За красочным зрелищем наблюдал Кирилл Политов Финальный аккорд перед Парадом Победы Этим вечером обычно загруженный центр Краевой столицы оказался свободен, правда, только для военных В колонии 16 расчетов, вместе они доводят парадное построение до совершенства Все должно выглядеть точь-в-точь, как 9 мая Центральную площадь Барнаула автомобилистам пришлось уступить Полицейские заранее объявили пути объезда И тем не менее город погрузился в пробки Шоферы, попавшие в западню, с пониманием отнеслись к ситуации Все-таки событие уникальное На генеральный прогон военнослужащим отвели ровно 4 часа Ощущение торжественности, такой день, такая победа, которую добыли наши деды и прадеды Мы просто не имеем права их подвести и должны пройти, как положено, чтобы это было красиво и достойно Они словно из кадров кинохроники Первыми идут солдаты в форме и с оружием советской армии времен Великой Отечественной В едином строю чеканят шаг более тысячи солдат и офицеров, курсантов и кадетов Форма исключительно парадная Особое внимание публики к женским расчетам Девушки держат строй не хуже мужчин Не обошлось без сюрпризов и заминок Над криком «Ура!» пришлось потрудиться С первого раза добиться идеальной синхронности не удалось Колонна, словно не расслышав друг друга, сбилась Генеральная репетиция вызвала повышенное внимание горожан Многие пришли семьями Вот только организаторы к наплыву зрители оказались, видимо, не готовы На трибунах публику встретили грязные и сломанные кресла Главное, говорят барнаульцы, к началу торжеств исправить, а то перед ветеранами неудобно Несмотря на четыре повторения, военные в регламент уложились даже с запасом В полдевятого вечера на час раньше срока площадь Советов вновь открыли для движения Кирилл Политов, Алексей Фризин, информационный канал «Город» 70-е годовщина победы в Великой Отечественной войне совпала с юбилеем единственной в крае военной кафедры технического университета Ей нынче тоже 70 Сегодня на так называемой сковородке прошло настоящее театрализованное представление В сквере развернулся настоящий лагерь советских партизан С военно-полевой кухней, песнями военных лет, штабом наступлений, даже госпиталем Студенты-архитекторы представили монументальное граффити-полотно на военную тему Здесь же прошел показательный учебный бой, где студенты исполнили нешуточные и опасные трюки А в качестве основного действия представили настоящий концерт-мюзикл В котором приняли участие студенты из самых разных стран Словно подтверждая, победа наших предков одинаково важна для всех Выходила, песню заводила, растеклова, сизовала Продавод, которого любила, продавод, чьи письма верим вам А пока к другой теме Почти 20 человек приняли участие в конкурсе, объявленном нашей редакции Посвященном пробуждению весны Сейчас мы даем оценку работам, а зрители постарались и прислали по несколько фотографий Уже на следующей неделе подведем итоги конкурса и наградим победителей Напоминаю, что главным призом будет фотосессия на природе От барнаульского фотографа Марии Власовой Следите за нашими выпусками В Краевой библиотеке Минишишкова прошли третьи родионовские чтения Посвященные 70-летию Александра Родионова Писателя, который любил и знал барнаул, как никто другой Чтения открылись фильмом Ларисы Вигант и Веры Уразовой О детстве и юности Александра Родионова Геолога, поэта, прозаика, краеведа Его друзья и коллеги рассказывали о том, как Родионов своим обаянием и эрудицией За один день мог покорить целый город Родионова отличала просто сумасшедшая энциклопедическая насыщенность Вот, может, это звучит как-то по-школярски, но, тем не менее Его можно было разбудить в любом состоянии И задать вопрос области, которая ему была известна, он отвечал Он знал, о каком предмете он пишет И, в принципе, читатель мог пойти и этот предмет руками потрогать Потому что этот предмет существовал И у нас есть масса предметов, о которых можно написать И о которых, в принципе, без него, может быть, никто не напишет Это были действительно чтения, а не посиделки в дружеском кругу Литература артелью не делается Так объяснял писатель название своей последней книги «Одинокое дело мое» Неожиданным финальным аккордом стал отрывок из романа Александра Родионова «Князь раб», разыгранный одним из инициаторов чтения Сергеем Тепляковым И радиожурналистом Сергеем Зубчуком Как работает швейная машинка или фотоаппарат Заглянуть вовнутрь механических предметов можно в новом музее Об экспонатах и не только в обзоре событий культуры В Барнауле открылся новый музей интерактивный Называется «Мир техники» Расположен на первом этаже студенческого общежития по адресу социалистический 126А На самом деле с этой экспозицией мы уже знакомы Дело в том, что выставка не первый раз переезжает на новое место Это уже пятая Директор все тот же, как и большинство из представленного Правда, многое сейчас в ремонте Музей довольно любопытный Показаны приборы, в том числе и бытовые, изнутри Здесь можно убедиться, что техника – это не просто железяка, а целый мир удивительных механизмов Роботов сейчас готовим Экспозиция по гранту губернатора Экспозиция называется «Как роботы умения людей обрезали» Думаю, это будет интересно В ближайшую субботу станет известно имя маленькой красавицы Алтая 2015 года Конкурс красоты и талантов модельное агентство «Стиль» проводит уже в 13-й раз На кастинге было около 70 человек В финале осталось 19 Говорят, в основном брали тех, у кого яркие творческие номера, а не яркая внешность В таком юном возрасте все хороши Сейчас девчонки учатся красиво ходить, позировать на камеру и улыбаться Обязательно все участницы получат титулы А главная победительница представит наш край на маленькой красавице «Россия» Конкурс состоится в ноябре этого года в Москве Какой должна быть девочка, чтобы победить на конкурсе? Красивая Милый Добрый Талантливый Умный Вечерний Барнаул подвел итоги детского творческого конкурса Его объявили месяц назад Война глазами детей Организаторы говорят, что не ожидали такого количества участников Подделки и рисунки несли целыми классами А из самодельных танков можно создать целую дивизию Дети писали сочинения о своих прадедушках и прабабушках Некоторые опубликовали и в газете Номинаций было три в каждой, хоть это и было нелегко, определили победителей Сегодня в музее город им вручили дипломы и памятные подарки Много было моделей боевой техники, особенно танков И по качеству они были такие, что годятся для любой взрослой выставки С победой вернулся в Барнаул хореографический ансамбль «Вдохновение» На международном фестивале «Жемчужина Востока» в Томске Наши артисты завоевали 32 медали Из них 15 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых Ансамбль пригласили выступать на гала-концерт с участием мировых звезд Наши девчонки исполнили три танца В одном из них с удовольствием согласился поучаствовать Известный испанский танцор Рафаэль Хименес Сейчас коллектив готовится к отчетному концерту Он состоится 16 мая во Дворце культуры города Вот тогда зрители сможет убедиться, что за красивые глаза не дают столько медалей Только за талант и за труд вдохновения Впереди три праздничных выходных о наиболее заметных событиях Посвященных юбилею Великой Победы в нашей рубрике «Хроники» Завтра, 9 мая, состоится торжественное построение войск Барнаульского гарнизона на площади Победы В это же время начнет свой путь бессмертный полк Алтая Точки сбора на площадке у Кинотеатра «Россия», а также на пересечении Молодежной и Ленина По окончании шествия на площади Сахарова каждый участник с портретом ветерана получит удостоверение участника юбилейного парада В этот же день состоится традиционный легкоатлетический пробег «Кольцо Победы» С 11 до 12.30 на площади Советов пройдет регистрация участников, выдача нагрудных номеров В 13.00 парад открытия На забеге в дистанциях 1,2 километра смогут принять участие все желающие Праздничная программа завершится вечером на площади Сахарова На главной сцене города выступит Барнаульский духовой оркестр А в 22.00 над городом прогремит 1300 залпов праздничного салюта В понедельник, 11.00 мая, Барнаульцев ждет продолжение торжеств В 6.00 вечера в Краевом театре драмы имени Шукшина выступит президентский оркестр службы коменданта Московского Кремля В 9.00 вечера музыканты снова выступят, но уже под открытым небом на площади Сахарова В 8.00 вечера барнаульцы увидят долгожданное зрелище – реконструкцию штурма Рейхстага В этом масштабном костюмированном представлении примут участие около 300 человек Илья Кочетков, информационный канал «Город» Гостем в нашей студии завтра, 9 мая, будет заслуженный художник России Заслуженный работник культуры России Ильбек Хайрулинов Поговорим о том, почему главная тема его творчества – Великая Отечественная война и ее ветераны Доволен ли Ильбек Сунагатович своей управляющей компанией спортивной Или у него семья завтра в 19.30 на ТНТ Мы помним, мы гордимся праздничную программу для горожан и гостей Барнаула Под таким названием готовят в торговом центре района Докучаева Празднование 70-й годовщины Победы, пожалуй, не обойдет ни один дом, ни одного барнаульца И пройдет на всех знаковых площадках краевой столицы Торгово-развлекательный центр «Район» приглашает на программу «Мы помним, мы гордимся» Кроме праздничного концерта на площадке будет проходить конкурс чтецов с подарками и призами Все желающие могут прийти и прочесть стих, посвященный Дню Победы Всем гостям подарят георгиевские ленты Изюминкой станет мастер-класс по изготовлению семейного ордена Победы Приходите 9 мая в 14 часов в торгово-развлекательный центр «Район» Какой будет погода в праздничный день 9 мая, в выходные и в начале следующей недели Узнаем от Александра Люцегера, начальника краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды А пока о боксе и о том, что ждет барнаульский волейбольный клуб «Университет» в следующем сезоне Слово Юрию Борлису На ежегодном турнире по боксу в Октябрьском районе Барнаула ждали только своих А прибыли Новосибирск, Тальменко, Усть-Калманка, Шипунова Выходит междугородний турнир, организовался для ребят от 9 лет и до взрослых Сегодня весь день почти шли финалы Перед выходом на ринг мальчишки шепчутся, что страшно ожидать своей очереди А уж когда тебя нарядили, объявили, как-то нужно разбираться с боязнью Вспомнив, чему учился все это время до турнира Тренеры начинают работать, начиная с малышей, уже обращают внимание на технику защиты Техника передвижения, сразу меняется вид боя Не пробившиеся, к сожалению, высшую лигу «А» и в этом сезоне Волейболисты команды «Университет» продолжают тренироваться и поддерживать форму Жива еще в воспоминаниях решающая встреча против Красногорского «Зоркова», где барнаульцы уступили 1-3 После чего и заняли четвертое место по итогам финала К слову, заболел и не смог тогда помочь универу Максим Нинашев Прекрасно выходивший на замены в конце сезона Удача должна сопутствовать Ну, почему-то она нам каждый год всегда отворачивается Может где-то не хватило физически, может где-то эмоционально не хватило на каждой игре Что касается финансирования, ну у нас его никогда не было Такого, то, которое бы нас устроило для попадания в высшую лигу Так скажем, потому что мы даже играя в высшую лиге «Б» у нас было всего 15 миллионов Всего бюджет был такой Поэтому мы все-таки ставку делаем на своих воспитанников Воспитанников алтайского волейбола И в связи с этим у нас не такие дорогостоящие игроки Пока мы даже не знаем, какие команды будут у нас играть Может быть их вообще будет три Тренер сейчас поедет на совещание в Москву, узнает, потом нам уже сообщит Юрий Борлес, Александр Морозов, информационный канал «Город» Добрый вечер Студия Александра Люцигер с оценкой погодной ситуации Прогнозом на предстоящие выходные, а также начало следующей недели Первая неделя мая в Барнауле оказалась теплее нормы на 1,2 градуса При дефиците осадков всего выпало 7% от нормы В ближайшие дни погодная ситуация изменится В субботу 9 мая ожидается малооблачная без осадков погода Ветер восточный, ночью слабый, днем умеренный Температура ночью плюс 5-7, днем плюс 24-26 градусов В воскресенье ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков Ветер юго-восточный, умеренный, температура воздуха плюс 9-11 градусов Днем температура воздуха плюс 23-25 градусов С прохождением во второй половине дня холодного фронта Ожидаются ливневые дожди с грозами При грозе сильный порывистый ветер Не исключен град В понедельник ночью переменная облачность, времена небольшой дождь Ветер юго-западный, умеренный, температура воздуха плюс 9-11 градусов Днем переменная облачность, временами дождь Ветер юго-западный, сильный порывистый Температура воздуха плюс 15-17 градусов Во вторник ожидается переменная облачность, временами дождь Ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха ночью плюс 5-7 Днем плюс 12-14 градусов В среду переменная облачность, временами возможен небольшой кратковременный дождь Ветер северного направления слабый Температура воздуха плюс 2-4 градуса При прояснениях под утро возможны заморозки на почве Днем воздух прогреется до плюс 12-14 градусов Во второй половине рабочей недели погода постепенно начнет улучшаться Осадки прекратятся и температурные значения пойдут вверх Поздравляю всех барнаульцев и гостей города с 70-летием Великой Победы Хороших всем выходных и до следующей встречи Редактор субтитров А.Семкин